Но давайте дам такой лайфхак к своему, допустим, начеса. Знали ли, что начес, верхний начес, когда делаешь и рассветляешь полотно, то получается, что у тебя свет будет, рассветление ближе к корням. А если ты даже делаешь нижний начес, соответственно, у тебя от корней будет дальше белый свет. То есть вот такая вот есть фишка, это очень важная фишка из 2 мастер-класса. Начес у меня называется флис, потому что это шерсть. И вот есть такая фишка. Запомните еще раз, если сверху начес, светлого к корням больше, если снизу начес, значит, светлый дальше от корней. Вот такая фишка. Здравствуйте, коллеги и зрители канала, я парикмахер. Мы в гостях у Бьюти Тревел, и у нас сегодня с нами Леонид Романов. Леонид, посмотрел твои регалии? Очень, очень. Мы решили, что говорить буду я. Да, да, поэтому представься, пожалуйста. В общем, на самом деле, знаешь, начну я вдалека, как всегда. У меня на самом деле столько регалий, столько дипломов, столько всего, что просто не хочется об этом даже говорить. Потому что получается какая-то винегрет, каша, штукешка, я хвастаюсь кучей, 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 кучей всего. Я тебе скажу самое основное про себя. Я творческий партнер Лориаль Профессионель. Я арт-директор ассоции высокой парикмахерской моды Франции в России. У меня владелец собственного салона, собственного бренда. Также производитель собственной косметики. И, наверное, из таких вот самых крупных регалий, на которых для меня очень важны, это, наверное, все-таки парикмахер года Украины в 2000 году, парикмахер года 2009-го Хирдрессер Эворд, и колор-трофил Реаль Профессионель тоже где-то в 2009 году. Это такие большие премии, когда ты знаешь, чего достигаешь. Я был много раз номинирован на разные, на большие премии. Также из последних, наверное, это Behanze Chain, One Shot, где я был номинирован в трех номинациях в том году. И одна номинация, она, представляешь, из 300 тысяч вошла в 25 работ. Я был, можно сказать, как мы с тобой сидим, на одной, как говорится, в одной номинации, в одной смешке, как кто-то за собой сложен с тобой был выиграть. Это был Анжела Семинар, я ему проиграл. Знаешь, это было просто приятно поиграть в таком человеку, потому что, когда ты уже с ним вместе, можно сказать, на одной ступеньке, думаешь, блин, как круто проиграть. Я рад, что выиграл ты. Отлично. В общем, вот тут столько всего, говорить о каких-то школах, где я учился, на каких проектах я работаю, что я делаю. Мне кажется, для многих это важно, а для меня уже это пройденный путь, и мне кажется, что это как бы часть моей работы. Поэтому говорить об этом как-то, знаешь, как... Ой, знаешь, еще в моей регалии, мистер... Мы с ней ржались, сидели с Левиной. Еще давайте пишем в регалии, что я мистер отель. Говорю, господи Абасака будет просто. Ну, слушай, ну вот такие вот люди. Иногда мы берем на себя очень важные, берем регалии какие-то, да? На самом деле, надо просто, это как путь. Он прошел, оно было и было, и даже можно это не... Вслух не произносить. Ну вот расскажи, пожалуйста, да, у тебя много было в регалиях там, да? Как это правильно? Чего? Про обучение я хочу спросить. Слушай, про обучение вообще такая забутанная история, я тебе хочу сказать со мной, 25 лет профессии. Пережил, как говорится, разные свои эпохи. Когда меня называли мастером объемов, когда меня называли мастером париков, когда меня называли мастером колористики, мастером стрижек, мастером съемок, мастером шоу. То есть, да, я человек оркестр, это правда. Я этого не стесняюсь. И считаю, что даже прикольно, что все люди разделились сейчас на монобренды, на мононаправления, когда там кто-то один стрижет, кто-то один красит, кто-то один что-то делает. Я делаю все. Я даже не люблю плести, но я это делаю, потому что это необходимо. Вот, и это является трендом. То есть, многие спрашивают, Леня, а ты вообще стрижешь? Я стригу. И у меня классные три мастер-класса по стрижкам. Понимаешь? Моя фишка в том, что я люблю делать это быстро. Чтобы это было быстро, мои все техники направлены на, в принципе, на салонную историю. Чтобы клиент ушел счастливый, довольный, салон смог принять больше клиентов и получить, соответственно, больше денег. Это первое. Колористика. Целый развитый спектр преподаваний по колористике, разных направлений. 17 авторских своих техникокрашиваний. То есть, люди думают, что я делаю только шоу-программы и делаю только арт. Это не так. Просто у меня 10 инстаграмов, и они все разные. Один направлен на колористику, один направлен на блонд, один направлен просто на школу, на продукцию, на салон. Но если мы еще даже аккаунт по стрижкам, ну просто уже не можешь разорваться вот на этом сейчас моно-истории, принимаем данности. Раз вас принимают люди, я сейчас таким, значит, это моя эпоха. Хорошо, буду я чуваком, который идет только шоу, делай тарты, больше ничего. Вы опоздали, кстати, а я проводил мастер-класс по трендам, укладкам. Очень, на самом деле, интересная история. Во-первых, мы поговорили с ребятами о трендах, что происходит в мире. И посмотрели, ребята, из чего будет создано шоу. То есть, если вы врачи, как кино, из каких всяких элементов создается вся история. Я никогда не запрещаю фотографировать на своих мастер-классах. Не запрещаю никогда снимать. Так, потому что я человек все-таки из старой эпохи, времена и Далсесна, и Тунингайс, там, когда все ездили в Лондон, и всем было запрещено снимать и фотографировать. Там, хочешь вопрос, там, задай его, там, заплати за него. То есть, я именно из той истории, когда я просто-напросто даю возможность всем учиться. Я люблю молодежь. Вот придет ко мне, ребята, говорит, мы без образования, без человека. Я говорю, я вас беру. Давайте пробовать. Прям без базы. Без базы. Давайте пробовать и воспитывать из вас. Я считаю, что это ремесло все равно. Как бы там ни было, вот я считаю, мы как сапожники в этом плане. То есть, нужно брать детей и воспитывать их под себя. Тогда вырастают кадры. У меня таких трое. Да, это вроде бы мало, да, но я считаю, это крутое число, которое выращено именно с тобой. Ты понимаешь, что они делают то, как я это вижу. Многие считают, что это зомбирование, но я считаю, это нормально, потому что человек выбирает сам для себя, как он будет устраивать свой путь профессиональный. И у меня это круто и нормально. Леонид, мог бы ты поделиться с нашей аудиторией со всей какой-нибудь интересной фишечкой, которую ты применяешь каждый день, которая бы пригодилась нашим мастерам, чтобы они положили себе как-то в копилочку какую-то? Самая главная фишка это просыпаться утром и любить свою работу. Идти на работу с большим удовольствием, потому что именно сегодня я буду кайфовать на работе. Именно сегодня я буду творить, в первую очередь, для себя классные образы, а уже мои клиенты, соответственно, если они еще не более постоянные, они и так меня знают, как я работаю, я этим наслаждаюсь. Когда приходят новые клиенты, к сожалению, это бывает крайне редко, потому что за 20 лет уже наработанная своя клиентура, плотная база, и ты не можешь, к сожалению, часто творить. Но у меня есть молодежь, которая позволяет себе такие все фишки, я хожу, наслаждаюсь, везде залезу, везде, 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 а еще хорошая фишка, моя самая любимая, это я очень люблю все упрощать, хотя, наверное, многие любят, знаешь, заморочиться, усложняются, сложные техники, что-то еще, я придумал все очень быстро, для меня это время, это главное, вот эта моя фишка, это быстрота, фишка в быстроте, чтобы было все быстро, легко, я еще раньше курил, очень много, и моя была фишка еще в том, чтобы мне нужно было быстренько что-то сделать, и пойти быстренько покурить, поняла? И, наверное, в этом выработалась моя вот эта история, я сейчас как бы против, ну, как против сигареты, всего остального, там всякая дожайка, знаешь, что время, это самое главное, фишка в нем, сократить время, и это за будущим, потому что сейчас все, все, кто много работает, им нужно быстро прийти, сделать быстрое окрашивание, быструю стрижку, выглядит на миллион, все, ну, скажи, как быстро, быстро рассчитаться, скажи, пожалуйста, как быстро, как ускорить процесс окрашивания, если там выдержка 40 минут, техники, все равно возвращаемся к обучению техникам, ну, то есть, ты этому обучаешь, да, обучаю, хоть онлайн часы впереди, оффлайн все равно необходим парикмахерам, потому что я тебе говорил, мы ремесло, мы не можем быть, вот поговорили классно, все посмотрели, а техники можно, мастера с возрастом подглядят техники, молодые, у которых есть чуйка, они увидят свои фишечки, которые они им понравятся, а вот если человек, который хочет, я хочу учиться, если, знаешь, заучки, хочу учиться, хочу нормально, им-то нужны, либо такие, как beauty travel, либо ехать в Москву и к нам учиться, я очень по регионам езжу, но я работаю с брендом L'Oréal Professionnel, так как у них своя эта история, у меня есть четкие мастер-классы, которые я не преподаю у них. А что получает мастер на выходе, вот выходя из этого мастер-класса? Для меня самое главное, чтобы он получил вообще знания и потом вышел, сказал, даже переспросил, я это правильно понял? Да, ты это правильно понял. Все, он получил то, что, это обратной связью. А то, что, знаешь, историю, там я получил фотку, получил диплом, там эмоции, это все круто, это сейчас уже и так все будет, но главное, да, это обратная связь. Сейчас мир настолько меняется, просто мы еще Россия, мы не дошли до этого, а сейчас у нас сейчас самые крутые, кто это? Дракуины, они сейчас вообще рулят миром, они говорят про мейк, про прически, про все. Нас все время парикмахеров, все время отдаляют в сторону в сторону. Вот как пришла индустрия, вот такая глобальная в Россию фотографии, главными стали визажист и стилист. Парикмахера опять убрали, потому что, говорит, сделать его работу. Понимаешь? А сейчас пришла история другая, теперь Дракуины занимают эту позицию, потому что они делают классные мейки, у них классные съемки, у них тиктоки рулит, у них инста рулит, и соответственно, они даже когда и съемки, они не, мы не нужны. Мы остались на пути, понимаешь, как будто мы только сделаем стрижки простые, но максимум колористы, вы же вообще этого ты не сделаешь. Даже Дракуины не сделают многие, ну, многие есть, кто поедет такие глобально, но они не делают такой истории серьезной. А формы, а текстуры, мы не забываем про завивки, это вообще целая индустрия. Плюс у меня продукт будет про кудр, это вообще целая история. А расскажи, что за продукт? Слушай, ну, мы в линейку ведем, да, всю историю для кудрявых волос, потому что сейчас же очень много и в натуральные кудри, свои, но я за то, чтобы людям помогать создавать свои такие истории, хоть какую-то текстуру, чтобы был объем, были китоволны, делать классные стрижки. У меня волосы раньше так не лежали, а когда, пока я не стал в свою методику, я называю свободные слои, внедрять стрижки, и волосы, которые волнистые или пушистые, главное, с правильным стайлингом, начинают кудрявиться. И то есть они вот такие вот потом все. Ну, это знают все, это ничего не новое. В нашей профессии, к сожалению, ничего нового уже не придумано. Мы все перебираем старое, все вот это вот пытаемся как-то сложить. Да, ищем какие-то фишки, тренды добавляем, но все, что касается техник, давай будем честными. Берем одни, я вот приехал, я кайфую, почему на мастер-классах? Я смотрю и понимаю, хочу кырки еще успеть, я понимаю, что я иду правильным путем. Это все есть и работаю. Я подтверждаю каждый раз, что да, это грамотно. О, а вот тут я включил свой мастер-класс, это правильно. Знаешь, как я это знал, но забыл про это, пусть оно будет тоже. Я считаю, что это очень важно. Вообще, надо всегда ходить на многие мастер-классы, обязательно. Не говорить, что я все знаю. Да, ты крутой, ты все знаешь, приди и послушай, так ли ты считаешь, что человек говорит правильно, но ни в коем случае говорит, ой, это вы неправильно говорите. У каждого своя школа. Кто-то перед все, я себя сложил из Тонингай и Жак Десанджо. То есть Франция и Англия во мне, то есть такая Англия не очень жесткая, а мягкая. И мягкая Франция. То есть я вот соединил в себя эту историю, работаю быстро, ну не знаю, мои клиенты все еще, самое главное, что для меня, вот для парикмахера, что мой клиент говорит, эта стрижка так круто ложится, я вот что не сделала, она вся лежит. Мне кажется, это для каждого важно. Вот это самое главное признание людей. Леонид, спасибо тебе большое за конструктивную беседу. Я хотела бы сказать большое спасибо Beauty Travel за организацию такого уникального мероприятия в таком классном месте, и у нас действительно очень мало времени, потому что у нас сейчас мастер-класс начинается. Я очень хочу успеть на Кирочкина, мастер-класс Жохова, потому что она работает в нашем же холдинге Лореаль, она работала в Редкин, сейчас она ушла работать в себя, но самое главное, это человек, который несет какие-то трендовые вещи, я считаю, что она молодчина. Вот, я хочу к ней успеть посмотреть мастер-класс. Большое спасибо, конечно же, Beauty Travel, спасибо вашему аккаунтову, парикмахеру, что вы даете людям возможность узнавать нас ближе, потому что когда, даже интервью, это бывает даже мало, но когда нас узнают хотя бы вот так, то человек думает, блин, а он прикольный, я хочу к нему пойти учиться. Леонид, поэтому я хотела тебя попросить, не будешь ли ты против, если мы своей командой приедем к себе в гости и запишем часовое хорошее интервью, мы в 45, с удовольствием, приезжайте к нам в гости, Леонид Романов, Хэр, Москва, 1-я Мюсская, 20-я строение номер 5, это наш адрес, мы находимся прямо у депо, мы пережили там все, мы вас ждем, у нас маленький салон, очень уютный, ждем вас в гости. Спасибо большое, до новых встреч, и тебе спасибо большое, что ты нашел сегодня время. Я ведь жарко. Друзья, ну а мы увидимся в новых видео на канале Я Парикмахер, будьте с нами, мы вас любим. Да. Пока-пока.